От изобилия товаров, представленных на выставке, у горожан глаза разбегаются. Чего только нет. И картошка, морковка, и яблочки, и огурчики. Цены доступные, устраивают. И дешевле, чем на базаре, и даже на ярмарке. Но больше всех шимкенцев порадовали животноводы. Мясо у них на любой вкус. И цены процентов на 15-20 ниже рыночных. Дары природы называют продукцию сельского хозяйства горожане. Но крестьяне с таким определением не согласны. Ведь чтобы получить эти дары, дехкане с ранней весны и до поздней осени зиме кланяются. В этом году мы добились очень хороших результатов. За 10 месяцев произведено продукцию на 187 миллиардов тенге. Это по сравнению с прошлым годом на 45 миллиардов больше. То есть мы не просто выполнили задание президента, мы его перевыполнили. Потому что прирост должен быть на 7 процентов, а нам удалось получить 7,5. В целом надо отметить, что фермерские и крестьянские хозяйства в нашей области очень хорошо потрудились. Тем, кто потрудился особенно хорошо, вручили заслуженные награды. Так, золотую медаль за самые высокие показатели во всех сферах сельского хозяйства получили сельчане Козыгуртского района. Со флора больше всего собрали то либийцы. Признанный лидер по хлопку – Шардаринский район. Лучшие животноводы живут в Ордобасинском районе. В племенном скотоводстве равных нет от Ирарским скотоводам. Капельное орошение лучше всех внедрено в Туркестане. По строительству теплиц на первом месте Сарагашский район. А по переработке на первом месте сельхозтоваропроизводители из Сайрамского района. Ирина Притула, Талгат Примкулов, информационная служба, телекомпания «Отерар».